наше чтение техники подходит концу же мантра 17 сегодня всего 18 мантры этот материал как как вообще ведическое знание она выходит за пределы нашего восприятия чувственного и даже умозрительного как об этом нельзя как-то догадаться что ли увидеть осизать какими-то материальными способами и тем не менее она воспринимаем а когда мы слышим его как бы свыше ну как данность когда нас до свыше например как солнце все его воспринимаем хотя не можем объяснить ни умом не органами нашего восприятия но как данность как это вот чудо до феномен природы воспринимаем но только тогда когда она сама восходит то есть по-другому невозможно да вот обнаружить солнце если тьма вокруг то мы солнце не можем обнаружить какими-то вот способами материальными обычными например при свете фонаря искать солнце говорится да такая есть пословица и вот таким образом ведическое знание на превосходит человеческий уровень это божественный уровень и передается вот на дева на горе это санскрит или язык полубогов так его еще говорят это опять же не неразговорный язык сегодня есть два неразговорных мертвых языка это латынь так я слышал что тоже на хранит какую-то мудрость и санскрит его санскрит считают лингвисты что это ну как бы отец или мать всех языков именно в силу своего как бы объема понятий потому что большинство терминов которые здесь используются в значении санскрит значение санскрита они не имеют эквивалента ни на какие языки ни опыта ни эквивалента не существует но обозначение в санскрите есть есть единственная единственный способ понять в значении этих терминов если мы никогда не сталкивались с этим значение да когда у нас нет эквивалента даже в опыте языков или понятий это услышать от того кто эти значения осознает и вот вместе с этим звуком вот в этом общении мы сможем получить представление о некоторых терминах например нам а это имя имя но нам а изначально относится понятие к имени бога и веда говорится что нам а не отлично от нами нами это носитель имени вот перед нами человек иван иванович его имя а он носитель этого имени его зовут иван иванович но нас нет опыта чтобы имя не отличалась относитель и меня от человека это разные вещи это лишь обозначение человек может сменить имя оставаясь той же самой личностью то есть разные вещи также есть название предметов но если я произнесу вслух название какого-то предмета если я скажу деньги деньги не появится они отличные от названия и в сами же веда говорится что нам а не отлично от нами на духовном уровне но этому нет эквивалента и опыта мы не можем это показать на материальном уровне а как же это можно показать только из сердца в сердце то есть метод шабда промана помните мы говорили об этом методе шабда промана в самом начале нашего чтения когда изучали введение именно там описывался этот метод и этот метод значит шрути нужно правильно услышать из верного источника больше ничего если вы хотите понять что такое солнце вы должны непосредственно прямо посмотреть на солнце получить контакт по-другому вряд ли возможно было это вообразить конечно мы привыкли присутствие солнца но если мы представим воображение наши под ключи сегодня что мы никогда не видели солнце такой опыт тоже есть у некоторых живых существ например ночные бабочки есть такой вид жизни и также есть подземные жители существуют там все такие существа они никогда не видели света солнца хотя у них есть свои источники или мы приводили глубоководных рыб жители до обитателей тоже никогда не выход на свет солнца опыта нет такого там есть другие форма освещения если мы живем скажем в подземном мире рождены или как эта бабочка рождается после заката солнца погибает перед восходом и вы объясняете что есть солнце и вот этот подземный житель или бабочка разумный спрашивает вас а что такое солнце вы если имели опыт вы говорите это то что заливает все вокруг все абсолютно тьмы не существует присутствие солнца нет тьмы вообще никакой есть яркое ослепительное сияние многоцветное прочее вы видите горизонты далее на много-много миль можете на десятки миль и даже больше если вас хорошее зрение ясная погода для вас через там телескоп вы можете посмотреть куда угодно увидеть все при свете все открывается это что же солнце такое у нас опыт есть может быть огня или сияние какие-то фосфорических электрических до предметов веществ которые тоже как-то сияют светлячки сияют тоже но но разве есть такой опыт чтобы какой-то один объект небольшой на небе вот с какой-то монету там может быть да все освещает устраняет судьбу а когда заходит абсолютно темно становится глаз выколи очень трудно было бы это доказать наверное да на практике доказать что такое явление может существовать но она существует это факт и это называется шрути шрути мы не увидим глазами какие-то вещи солнце мы видим глазами да перед нами это чудо прямо необъяснимое чудо и другие вещи тоже есть чудесные необъяснимые перед глазами поэтому говорится шрути лучший способ услышать например услышать а солнце это больше знания дает нам чем увидеть солнце и если заглянуть за пределы солнца вот там уже точно мы даже не видим объектов никаких есть уровни такие на уровне восприятия еще выше чем солнце все также описано ведах из различные измерения есть также измерения солнца это не совсем не все то что мы видим далеко не всем увидимся грим солнце мы еще не все видим что такое солнце мы видим небо но мы не видим все небо видим звезды мы не видим все звезды мы не видим как они связаны все в пространстве космическом все эти бесконечные до пространство не связаны между собой и конечно открываются торсионные поля или там какие-то ядерные процессы какие-то но такие незначительные вещи доступны нашему опыту и и особенно люди не понимают как действует сознание мысль мысли сознания и вот для этой цели чтобы развить наши способность мыслить и сознание что выше солнечного сияния и даются вот это шрути веды что могли воспринимать то что они воспринимают глаз или просто звук или касание или язык или обычное умонастроение опираешься на опыт чувств а пару 6 значит сверхчувственное знание вот еще панишад относится к этой также категории причем у панишады все это именно философское выражение мыслей философской есть разные выражения мысли есть также образная и философия она должна нас привести к образу не к пустоте до что все есть пустота в итоге а к высшему образу на этом за это еще панишад то есть верховная личность бога со всем этим стоит верховная личность бога это образ образ смещающий себя все и вся уже в предыдущих стихах говорилось что человек достигшие утома свою мысль и сознание поднявший уровень у там при помощи при помощи шрути и практике он видит во всем верховную личность бога и видит что все принадлежит ему в этом мире включая наши личные энергии которыми пользуемся как ум тело чувства и поэтому него много имен что он как чувство дает нам как говинда ум дает как они рудха и так далее этих имен не счесть потому что столько энергии исходит из него и столько имен столько названий и теперь 17 мантра это уже как пройденный материал философски здесь именно проявляется образ вот в конце этого произведения проявляется образ ну естественно если мы можем изучить немножко хотя бы до приоткрыть тайны этого мира вокруг нас мы восхитимся творением у нас возникнет образ творца совершенно невероятный как сказал инштейн я могу только встать на колени и снять шляпу перед ним это образ результате такого познания мира нас возникает всемогущий образ лет этот разум вселенский мировой мировая душа мировое сознание мировое разума сможем почувствовать это то есть мы можем приблизиться так к богу и затем уже начинается когда образ этот устанавливается в сознании человека возникает взаимоотношение с ним это обращение к нему этому образу и вот в этом случае процесс становится авторитетным полностью то есть он работает если у нас нет образа бога нет представления о творении то у нас нет представления о самих себе и нет представления о взаимоотношениях с этим миром с человеком и с богом мы строим наугад наши отношения и постоянно ошибаемся и испытываем трудности страдания наших отношениях мире нет мира пока вот мы живы век уже живем с вами до многие люди и мы не видели мира настоящего мира и умиротворения внутри себя это означает пребывание в невежестве в страхе неопределенности безысходности в мире случайности так люди называют всегда сопровождается недоверием ко всему и страхом здесь же когда уже возникает проявляется этот образ он реальный устанавливается в сердце в сознании человека и тогда начинается взаимоотношение и наступает измерение бесстрашия если сейчас спросить каждого из нас что такое жизнь бесстрашие у нас не будет такой опыт но может быть какой-то иллюзорный опыт когда у нас хороший крепкий дом там решетки замки есть деньги как это защита социальная нам кажется что мы живем спокойно нет не спокойно если мы жили спокойно мы не строили толстые стены замки и решетки сейфы не вкладывали в банки надежные они ненадежные все равно это все на основе страха строится наша спокойная жизнь если мы сейчас спросим как вы представляете жизнь в бесстрашии нам очень трудно будет представить такую жизнь на санскрите называется вай кунтха такая жизнь называется вай кунтха кунтха означает страх беспокойства вай кунтх означает не существует ну по большому счету вообще это относится к нашему бессмертию пока мы не достигли бессмертия мы не можем жить в области вай кунтхи испытать эту атмосферу и об этом мире вай кунтхи можем только услышать потому что в этом мире такого опыта не существует здесь нет бессмертия с материальной точки зрения и в этом как бы есть какая-то несправедливость мира люди чувствуют то что никто не хочет смерти и и веды объясняют философски что же такое бессмертие и что такое смерть смерть это иллюзия в которую мы как бы вот видим верим а реальность за этой иллюзии совсем другая приводят разные примеры даже материальной платформе все наши все наша материальная жизнь просто воображение ума из глины можно сделать много предметов разных типов горшков посуды украшений с разными функциями и формами но и дадим название вот функция горшка содержать воду емкость создавать емкость для воды есть другая посуда для других целей есть керамика для украшений но вот смотрите разбивается все эти формы что остается и что уничтожается подумайте внимательно что уничтожено название и функции а глина осталось так что же это было и функции на и название мы именно на это опирались и когда разбивается какой-то засуд мы а говорим разочаруемся боже мой функции название утрачены вот еще мы беспокоимся мы реально верим в это если наши функции расстраиваться тело здоровье допустим предназначение или мы умираем теле или теряем что-то сильно расстраиваемся то есть образ нашей мечты живет в уме то к чему мы стремимся если нам удается воплотить физически эту мечту и соприкоснуться касанием зрением обонянием как-то еще почувствовать до собственность мы говорим что жизнь удачна если этот образ просто остается на уровне ума не воплощенный мы чувствуем крушение надежд вот как устроен наш ум и вот как он взаимодействует с этим миром это нужно хорошо обдумывать не один день знаете на это требуется годы практики чтобы на самом деле ум вывести из этих вот лабиринта название форм обозначение которым привязываемся и затем страдаем теряя все это либо все либо поочередно либо свою жизнь теряем либо этот мир терЯем собственные стеряем так или иначе либа собственный сухот либо собственник уходит говорить этот мир такого факт вот поэтому когда это иллюзия разоблачается именно в уме этот разоблачается ум нужно разоблачить тогда мы сможем увидеть реальность, которая описывается в Панишадах, Гита Панишад, Пураны описывают, образно истории дают. Эта философия, она живая, ее можно инсценировать. Есть личности конкретные, которые лицетворяют и невежество, и знания. И среди людей найдем много образов, иногда их сравнивают, эти образы с животными, что есть люди как ослы, есть как свиньи и так далее. А есть пророки среди людей. Это в чем разница? Разница лишь только в умонастроении. Тело то же самое. Иисус выглядел как обычный человек. И многие приняли его как обычного человека, до сих пор думают, что это был обычный человек, а может вообще такого и не было даже. И человек, живущий как мошенник, тоже выглядит, может выглядеть красиво, одеваться хорошо, и даже красиво говорить может. В чем же разница между людьми? Только в умонастроении. Есть люди, которые слышали свыше, и есть люди, которые никогда не слышали ничего свыше. Есть бабочки вот ночные, которые ничего не слышали, и вряд ли можно что-то объяснить, конечно же, бабочкам. Но есть и люди, которые никогда не имели опыта о шруте, никогда не принимали духовных авторитетов, святых. И вряд ли что-то можно им объяснить, потому что они опережут только названиями и функциями материального мира. И приводят, например, только свои органы восприятия, как авторитет. Кто видел Бога, они спрашивают. Никто? Спросите любого человека. Значит, его не существует. Но Прабхупады часто отвечают на этот вопрос. А у вас есть глаза, чтобы везти Бога? Это что, у миллиардов людей нет глаз? Простите, у миллиардов? У триллионов, 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 триллионов и так далее, и так далее, живых существ, нет таких глаз в материальном мире. Это единицы, описанные в Бхаговодите. Эти пророки, их единицы в нашей культуре, мировой, их единицы, которые видели и слышали что-то настоящее. В основном все пребывают в невежестве и страсти. Здесь говорится, невежество, существует энергия, и она повелевает этим миром. И это не мир Вайкундха. И нам нужно услышать о другом мире, где нет невежества. Есть такие миры. Здесь мир без верия и невежества, понятно, что много сомнений, потому что все так живут, куда ни глянь, и никто не видел Бога, куда ни глянь. Мы только слышали об этом, но не видели. И мы доверяем больше глазам в этой мире, чем ушам. Но веды постигаются только на слух. То, что мы не видим, можно понять, только услышав об этом. Итак, 17-е мантры мы прочитаем. Я попытаюсь сейчас озвучить санскрит. Ом криттасмара криттам смара криттасмара криттам смара. Знаете, несколько повторений. Раз, два, три, четыре повторения. И сначала слог Ом. Когда вы произносите слог Ом, означает, что вы обращаетесь ко Всевышнему. К полному целому. Когда вы общаетесь с человеком, вы не произносите Ом. Если вы произносите Ом, но человек знает. Сейчас вы процитируете что-то божественное. То есть это другой разговор. Это то, что нужно просто принять. Это нельзя оспаривать как-то или обсуждать на свой лад. Просто нужно принять. Здесь вот Ом. Что же здесь такое произносится со знаком Ом? Пусть это бренное тело сгорит дотла. Пусть дыхание жизни сольется с воздушной стихией. Ну, это то, что происходит с телом всегда. Оно как бы постепенно растворяется. Мы называем это процессом смерти или увядания. Не с моментом смерти, а жизнь, она от рождения до ухода, да, это тело, оно сгорает и сливается постепенно. Жизненная сила. Она у нас уменьшается. Мы едим пищу, дыхаем воздух, но жизненная сила будет уменьшаться. Хотя мы получаем питание, старение будет наступать. Это механизм смерти, и он здесь описывается как горение и слияние с воздушной стихией, с пранами. Не тот только воздух, который мы дышим, там еще много пран, много других энергий. И жизненная сила – это тоже воздух в теле. Человека без воздуха мы не живем. Тут йогическое представление о воздухе и дыхании, и горении. Потому что в теле тоже есть температура, есть процессы горения, там есть кислород, есть СО2, есть продукты горения, это все шлаки. Выделение также горения в желудке происходит, пищеварение. Вот эти процессы описываются. И оно сгорит дотла постепенно. Мы не видим, как это происходит, вот обычные глаза. Мы видим только кремацию. Когда тело действительно в огонь помещают, физический огонь, и оно горит дотла тоже. Итак, пусть это брено сгорит дотла. Пусть дыхание жизни сольется с воздушной стихией. Что это означает? Почему такое обращение? Это означает, что этот человек, вот эта мысль произносится тем, кто согласен с этим все полностью. Пусть будет так. Я не буду с этим бороться. Я не буду искусственно поддерживать жизнь в этом теле. Я не буду строить таких планов, замораживать людей, которых потом можно оживить через сотни лет. Или искусственное тело придумать, пересаживать туда мозг. Сейчас много всяких теорий есть, знаете, как продлить жизнь человека, как делать его бессмертным. Если говорится, пусть сгорит дотла. Я не буду строить таких планов, и ложных надежд иметь не буду. Пусть все так и будет. Теперь, мой Господь, пожалуйста, вспомни все мои жертвы. Жертвы. И поскольку все в конечном счете предназначено для твоего наслаждения, вспомни, пожалуйста, все, что я сделал для тебя. Крита смара. Крита означает деятельность. Сделал. Крита. Здесь. Здесь, смотри, Крита используется в разных значениях. Смотрите. Крита. Он наслаждающийся всеми жертвами. Крита означает то, что делается. А что делается? Все, что делается, должно быть. Как же это приношение? Это Крита называется, не карма. Карма – это немножко друг. Карма – это просто работа. Ради плодов труда, поэтому мы работаем. Карма – это просто. Крита – это как творение. Это нечто иное. Крита – это больше к творчеству. Крия Шахти, так же говорится. Энергия творчества, творение. И это творение для наслаждения Всевышнего называется жертва. Поэтому здесь Крита, он наслаждающийся всеми жертвоприношениями. Крито. Смара, пожалуйста, вспомни. Кри там все, что я сделал. Кри то – это наслаждающие моей деятельностью. Кри там то, что я сделал, сотворил. Смара вспомни краток. Высший наслаждающийся всеми жертвоприношениями. Видите? Крито, критам, крато. Высший наслаждающийся всеми жертвоприношениями. Смара вспомни же критам все, что я сделал для тебя. Смара, пожалуйста, вспомни. Вот такая необычная мантра. Она уже больше подходит на молитву. Видите? Мантра переходит в молитву. Не сразу молитва, требуется осознанность, осознавать, к кому мы обращаемся и кто это, и кто такой я. Вот эти две вещи нужно ясно-ясно понимать. То есть я не могу приказывать в молитве, не могу требовать в молитве, не могу давить на Господа или обижаться, выражать свое недовольство Его защитой или неисполнением моих желаний. Это означает, что человек в полном невежестве, он думает, что Бог исполнит его желания, если он существует. Он обращается к нему, если желание не исполняется, то он становится недоволен, выражает свое недовольство. Вот здесь нужно ясно осознавать, для этого нужны мантры предыдущие, не молитвы, мантры, которые разъясняют как раз вот этот момент. Называется самбанда-гьяна. Самбанда-гьяна. Гьяна – это знание, самбанда – взаимоотношения. Мантры сначала разъясняют взаимоотношения между мной и Богом, кто я и кто такой Господь. Когда это усвоено, тогда естественно переходит в молитву, это уже спонтанную. То есть сначала нам нужна точная наука, а затем мы уже можем жить свободно, спонтанно. Ну вот представьте, человек учится играть на рояле, да, сколько нужно усилий, чтобы навыки обрести, разработать пальцы, гаммы бесконечно часами играть, да, до боли там в суставах, в этих сухожилиях, в холодной воде, потом руки держат там эти пианисты, знаете, как это тяжело. Достается труд. И вот гаммы, 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 соседи с ума сходят, там, знаете, но это вот Андрея делает, делает. Но затем, когда этот навык приобретается, он может спонтанно, свободно играть с закрытыми глазами. Он просто сливается с инструментом. Все. Но сначала наука, вот до, ре, ми, вот буквально все кажется, это очень сложно кажется, да, вот показывай клавиатуру просто новичку. Ребенка приводите и показывает ему радиаль, он в шоке. Вот эти все клавиши нужно знать, выучить, и что это такое, и там еще черные есть, еще белые есть, и для него это просто невозможно. Но они улыбаются, нет, всего 7 нот, смотри, тут есть свои законы, которые ты можешь прекрасно изучить, ориентироваться, сможешь нажимать нужные ноты закрытыми глазами, ты сможешь чувствовать этот инструмент, если будешь работать и изучать. Сначала даются мантры для изучения, а потом уже даются произведения мантры, которыми вы выражаете свои чувства по отношению к Богу. Здесь уже 17 мантра. Здесь уже выражаются чувства. Значит, вы уже гаммы изучили. Комментарии. Комментарии с Шилправпады. Бренное, материальное тело. Есть не что иное, как внешняя оболочка души. Бхагавадгити 2.20. Ясно сказано, что после смерти материального тела живое существо не уничтожается и не утрачивает индивидуальности. Я помню, когда я читал эти строки, я не хотел умирать, конечно же, никогда. Я прочитал, что живое существо после смерти не уничтожается и не утрачивает индивидуальность. И я снова возвращался к этому предложению, чтобы увидеть точно, вот не есть или мне показалось. Вот мне нужно было еще раз убедиться, прям вот внимательно еще, прям пальцем показать, есть не, но слава Богу, не есть. Это не опечатка, так? Что-то повторяется тоже. Не уничтожается и не утрачивает индивидуальности. Ну, слава Богу, значит, вот есть такая точка зрения, которая мне на душу ложится. Так я читал, я помню. Потому что мы знали, что смерть неизбежна и все на этом. Больше мы ничего не знали, кроме этого. И вот тут частичка не, и это спасение было. Живое существо при всех обстоятельствах сохраняет свою индивидуальность и форму. Нематериальную форму, не думайте про материальную форму. Она не сохраняется, уже годы прошли. Я могу как-то показать свою фотографию в молодости, если у меня сохранилась. Может, сохранилась, может, нет. Но, наверное, меня трудно узнать будет. Не сохраняется эта форма. На самом деле форма лишена материальная оболочка. Формы лишена материальная оболочка. Потому что она приобретает свое чертание в соответствии с формой неуничтожимой личности. Значит, смотрите, вот какая иллюзия. Оказывается, тело бесформено. Если кости вынуть изнутри, что вы увидите? Все свернется в какой-то слизистый комок. На костях существует форма. То есть конструкция. Мы берем кубики всевозможные, конструктор. Он бесформенный. По инструкции мы собираем из него какую-то форму. Но сам по себе он не имеет формы, если мы не создадим эту форму. Еще по инструкции. Также эта форма, она созданная. Она по другой форме. По инструкции. Инструкция – это не что иное, как трансцендентное знание. Вы разворачиваете это вот у Панишады. Трансцендентное знание – это инструкция. По этой инструкции строите свою жизнь. Или восстанавливаете свою жизнь. То есть есть другая форма, неуничтожимая личность. И вот по этой инструкции строится уже материальная конструкция, которая временна. Сама же конструкция не имеет формы без личности. Без создателя этого конструктора и без того, кто соберет потом это. Вопреки мнению людей со скудным знанием, запасом знаний, в своем изначальном состоянии все живые существа обладают формой. Эта мантра подтверждает, что живое существо продолжает существовать и после уничтожения материального тела. В материальном мире материальная природа с удивительным мастерством создают различные вещи. А, простите, виды тел для живых существ, соответствующие их склонностям к чувственным наслаждениям. Тому, кто хочет питаться испражнениями, природа дает материальное тело, которое идеально приспособлено для поедания испражнений. Тело свиньи. Вы, конечно, спросите, ну кто же хочет наслаждаться испражнениями? Да вот уже есть такие люди. Оказывается, я тоже мог бы не поверить в это, что разве найдете такого человека, который бы имел такое желание и сознательно мечтал о теле свиньи, допустим. Нет, это происходит абсолютно незаметно, иллюзорно. Более того, не вызывает никакого конфликта. Свинья на самом деле наслаждается испражнениями, но как она стала свиньей, душа, вот это просто, в этом, при помощи иллюзии. И вот ученый один исследовал испражнения человеческие. Заказ был в Токио, поскольку там очень много этих, крупный город, канализация, отходы, и вот подумали, это столько-столько этой массы отходов в крупных городах, можно ли как-то ее с пользой использовать? Тоже, да, вот, для пользы человека. Эта масса как химическое вещество стали рассматривать, не как испражнение. И ученые поручили, ученые, как химики, исследовали испражнения. При этом, когда вы изучаете химический состав испражнений, вы забываете, что это испражнение. Просто видите их уже иллюзорно, как химик. А мир не может увидеть химик или физик. Мир может понять только тот, кто понимает творца, разум, замысел творца. Но химики посмотрели, исследовали, увидели там, гидрофосфатов полно, а это очень ценные эти вещества, питательные вещества. Оказывается, это сильная пища. Вот свиньи едят испражнения, тут же жиреют, там они там полняют, то есть на испражнениях они живут очень хорошо. Единственное, что беспокоит человека, это вид и запах. А это можно устранить. А я предсказала, очень интересно, давайте попробуем. они добили своего, они сделали эти котлеты и открыли такое заведение. Не знаю, как сейчас там, процветает или нет это, но это также было в средствах массовой информации. Этих людей называли стул-иттер, то есть поедатель испражнений. А что там? Запаха нет, вид передали, привлекательный, там дома какие-то красители, там пожарили на топленом масле или на растительном масле. Чем отличается? Вкус очень хороший. И питательно. Видите, как это происходит? Незаметно. Также, когда пили водку, люди много, да, в России очень много, по седению еще пьют хорошо, раньше пили еще лучше. Нам тоже говорили, что там много килокалорий водки. Человек, который пьет водку, ему, он не умирает с голоду. Немножко закуски и все, он живет. Конечно, худеет сильно. И зубы у него все разрушаются со временем. И печень там садится. Но килокалорий там хорошо, много. И главное, что микробы дохнут. Хорошие дезинфицируются средства, как лекарства. Когда мой отец наливал себе рюмку дома, я спрашивал, а что это пьешь? Говорит, лекарства. Хлоп. Но я видел, что после этого лекарства он странный становится, говорит. Но он не придавал этому значения. Важно, что это полезно. Лекарства, килокалории и вообще поднимает настроение. Вот это иллюзия. Вот столько иллюзий. Вот так люди постепенно становятся алкоголиками или свиньями, кем-то еще. Видите, научным образом, обоснованным образом. Поэтому выше понижает говориться об этом. Тот, кто культивирует невежество, хуже того, кто культивирует знания. Еще хуже. Еще опаснее. А вернее, наоборот, тот, кто культивирует знания. Вот это научное знание, которое невежество объясняет, как бы санкционирует. Вот это знание еще опаснее самого невежества. Если человек ест испражнение, он знает об этом, он понимает, что он ест испражнение, он не будет этим гордиться. А тут он ест, видите, научный, целый проект за этим стоит. Не просто ест, он цивилизованно ест, с научными обоснованиями ест. И так они научно обосновали, в кавычках, научно, пользу мяса, пользу спиртного в свое время и пользу. Испражнение может доказать тоже. Химики могут показать вам и на самом деле человек толстеет. И так далее. Но это все культивированное знание, говорится, оно хуже невежества, оно людей делает неосознанными. Итак, тело свиньи. Тот, кто хочет питаться плотью и кровью других живых существ, может получить тело тигра, наделено необходимыми для этого клыками и когтями. Видите, в чем причина? Тонкие причины этих разнообразных форм жизни, желания живого существа. И лучше стать тигром, чем человеком, поедающим плоть, говорится. Это лучше, это справедливее будет. Тигр есть тигр, никто ему не будет подражать, нет таких когтей, что подражать ему и клыков, что подражать ему. А человек организовывает хорошие бойни, организация, финансы, экономика, за этим стоят такие названия, понимаете. А что там происходит, собственно говоря? Там зверски забивают животных. Все это закрыто, никто не видит. Это культивированная, видите, вещь. Она очень опасна. А когда тигр ест, ну, загрызает, душит свою жертву, все задрогаются, какой жестокий зверь. Мы должны понять, что вот эта природа, открытая, она для нас невинна, она для нас, как сказать, для нас не обманывает. А то, что человек, как он это делал, он обманывает. Поэтому природа устроила так, что тот, кто обманывает таким образом, его перебрасывает, душу в тело тигра, что мы тогда делал, но дел не обманывая. Уже как бы вот в этом природном цикле находясь. Поэтому все мясоеды, которые пристрастны к мясу, которые пристрастны к убийству животных, они становятся хищниками рано или поздно. Человек, однако, не создан для того, чтобы питаться мясом или испражнениями. Даже самым, самым примитивным из людей не приходит в голову есть испражнения. Зубы человека хорошо приспособлены для пережевания фруктов и овощей, но людям даны также два клыка, позволяющие тем из них, кто находится на низкой стадии развития, употреблять в пищу мясо. То есть видите, как человек, он где-то между животным, да, находится и арием, просветленным уже личностью. Вот в таком диапазоне общество людей смешано. Это очень сложное как бы общество получается. Кто-то клыки использует, а кто-то использует что-то другой, интеллект. Но как бы то ни было, материальные тела и животных, и людей, и чужды живому существу, они меняются в зависимости от того, какое чувственное удовольствие оно желает получить. Эти чувства сильнее, эти вожделения сильнее, оно как бы ведет нас, создает эти тела, причиной становится в сочетании с высшим разумом, конечно, что он предоставляет нам все эти возможности. Итак, тела меняются постоянно, как эти горшки, они разбиваются, и с глиной новые горшки потом лепятся. в процессе эволюции живое существо меняет тело, одно тело за другим, одно за другим, то есть это процесс, на самом деле, он непрерывный, постоянный, довольно быстрый. Если мы видим жизнь насекомых, то для нас, конечно, это очень быстро, они меняют тела. Пчелы живут там сколько, примерно около месяца всего, муравьи тоже, микробы, несколько часов могут жить, еще короче жизнь бывает, минуты. Уже животные, мы видим домашние, там по 20 лет живут, собаки, кошки, коровы, лошадь, примерно по 20 лет. Человеку, да, дано несколько больше времени, несколько десятков лет, 70, ну до 80, ну 100 лет хорошо, пусть будет условно. И вот с этой точки зрения мы пытаемся видеть для нас 100 лет, это вечность, для обычного человека. он не видит, что это происходит очень-очень быстро, во времени. Поток времени, скорость невероятная, и при этом время никуда не движется, одновременно с этим. Это вот парадокс времени. Оно вечно, но при этом скорость невероятная, недвижимо как бы, но при этом мы видим прошлое, настоящее будущее. Сколько мы уже проехали во времени? Мы не можем вспомнить просто. Да, вот сколько времени этому миру, возраст его, вселенной. В ведах описывается возраст вселенной. Значит, сколько у нас уже пройдено, с какой скоростью мы двигаемся, где мы сейчас находимся. Мы прошли огромные пространства вообще с вами, жизни. Вот в нашем понимании сегодняшнем, человеческом, мы прошли невообразимое пространство времени и форм различных. Когда весь мир был покрыт водой, живые существа получали тела, приспособленные для жизни в воде. Затем они перешли в растительную форму жизни. Из растения живое существо превращается в червя. Из червя в птицу, из птицы в животное, а из животного в человека. Не тело превращается растение в тело червя, как Дарвин думал, а живое существо переходит из тела растения в тело червя. Мы не видим, чтобы велосипед постепенно превращался в автомобиль и в мотоцикл. Есть отдельный велосипед, отдельный мотоцикл, создатель-человек. Мы же так создаем, мы же не говорим, что велосипед постепенно превратился в мотоцикл. Нет. Идея велосипеда превросла в идею мотоцикла, и потом появился уже этот мотоцикл форма. эти идеи различных форм жизни уже существовали осталось только вот этот вот сам носитель тел там желание исполнение желания он переходит потому что у него желание растут в теле растений не умещаются не умещаются желания тогда в тело червя там он живет и тоже не умещаются не растут и так далее таким образом происходит эволюция там есть живое существо и она шагает по этой лестнице эволюции таким по этим телам вверх человек обладающий совершенным духовным знанием находится на самой высокой ступени эволюционной лестнице а вершина развития духовного сознания описано в данной мантры человек должен оставить материальное тело которому суждено обратиться в пепел и позволить дыханию жизни слиться с вечной воздушной стихией живое существо действует в своем теле благодаря циркуляции в нем различных потоков воздуха которые называют прана ваю вот к чему привязаны больше всего вот этот момент йоги должны осознать занимается йогой если мы его привязанности к иллюзии вот она в чем кроется вот эта жизненная сила как вот эта жизнь дороже самое дорогое да вот это вот привязанных жизненный жизнему воздуху йоги главным образом учиться управлять воздушными потоками в своем теле таким образом душа поднимается с уровня одного круга по которому циркулирует жизненный воздух на другой там где жизнь воздух циркулирует то вы чувствуете если он циркулирует этот центр взять радиус берем радиус от копчика и здесь получается вот такой диаметр сферы такая вокруг нас его жизнь воздух сливит по этой сфере по крайней сфере по радиусу копчика да там чакры из нижняя чакра говорится то вы чувствуете сексуальное влечение страх выживания вот такие вот эмоции у вас так вы понимаете жизнь вот эта сексуальная как бы революция она приводит тому что люди стрессы получают они у них страх также усиливается от разных вещей то что это одна и та же чакра отвечает за восприятие мира йоги поднимают ну вернее они не уничтожают эту чакру окне и добавляется добавляется да вот как бы поднимается жизненный воздух следующий чакры то чакры виде объясняет чувство тут вы начинаете чувствовать да как от ребенок рождается сначала страх выживания кричит хочет есть сразу кричит сразу у него такая вещь он вступает в этот мир в страхе беспомощности да это выживание затем он подрастает у него появляется интерес к этому миру начинает что-то чувствовать изучать потом третья чакра начинает что-то уже делать четвертая чакра уже гармония начинает уже наслаждаться жизнью слова всякие уже используют начинает уже творить что-то придумывать интересный возраст над ним все смеются удивляются это четвертая чакра вот так они поднимают эти чакры это как ребенок развивается но эти циклы 7 чакр по 7 нужно рассматривать получается 49 комбинаций это полвека 49 комбинации означает что вы получили полный опыт своего существования вы полностью ну как бы гармоничная духовная личность если вы правильно проживете 7 по 7 с рождения и вот до 49 лет 49 лет вы не успели что-то сделать запас еще время не есть еще часть жизни остается около половины не чуть меньше может то есть это чакра виде объясняется значит 7 по 7 7 так и те же чакры вертикально страх потом переходите семикратный цикл еще семикратный семилетний цикл в зоне чувств затем в зоне гармонии потом зоне философии потом в зоне мудрости в зоне духовности если вы пропускаете что-то из этого вот этот если что-то скажем но в обществе понятие какую-то уничтожен скажем духовность это чака закрывается или вы познаете мир и задайте вопросы вам говорят не говори глупостей чакры философии закрывается или вы хотите исследовать мир ломаете предметы как ребенок вам говорят не ломай бьют по рукам чакра закрывается и мы сейчас эти много людей с закрытыми чакрами обычно все чакры вот высшие закрыты а нише работают это и да солнце выкупления оборона они работают на этом уровне поэтому воспитание как бы человека в развитии учитываются все его как бы чакры от низших до выше до духовности все это должно иметь как бы объяснено человеку что такое духовность такой философии что такое мудрость что такое творчество что такое правильно чувствовать какого предназначение страха или сексуальной жизни когда все вместе все это Вы понимаете, вы понимаете тогда уже все в целом, не то, что вы только понимаете одно из этих семей, это недоразвитость, поэтому всему есть свое предназначение высокое и сексуальной жизни, и чувствам, и если вы дошли гармонично до седьмой чакры, тогда вы полноценно этим можете как бы уже владеть, обучать других. Это 49 лет в идеале, и согласно вот этой вот чакре-виде, уже в 25 лет, если по ней посмотреть, по этой схеме, в 25 лет человек становится зрелым в материальном отношении, стоящим твердо на ногах, все. В 25 лет, смотрите, значит, посмотрите сейчас на мир, кто в 25 лет, у нас зрелый человек в материальном отношении. Значит, многие-многие чакры у нас просто не работают в обществе, да, людей в наших отношениях не включаются. Поэтому люди с разными чакрами, у них разные общие видения, но как я могу поверить, то, что вы говорите, я не вижу этого, никогда не видел этого. Ну я видел, но я-то не видел, но у них все равно сомнения остаются. Вот если вы мне покажете это, да, там душу, допустим, в пробирке где-то там вот выделите, может, я и поверю, а может, даже и не поверю все равно. Вот я встречал таких людей, говорит, я такой человек, если даже мне покажут, я все равно буду сомневаться. Вот такие вот есть. Это чакры. На другой, до тех пор, пока не достигает брама рантры, вот этого места, это уже над чакрами, это выход из всех этих вот уже. Называется психические сплетения, еще так можно их называть, эти чакрами. Сплетения, нервные сплетения еще их называют, тонкие. Там сплетаются все эти перекрестки, перекрестки. И вот выход из них здесь, брама рантхара, на верхушке черепа, самого высокого воздушного цикла. Достигнув его, совершенный йог обретает способность по своему желанию перенестись на любую планету Вселенной. Вот все. То есть вы выходите из всех человеческих телесных представлений, можете ориентироваться во Вселенной даже. Что несложно для йога. Вот такого восприятия у нас нет, видите. Ничего себе во Вселенной синонтироваться, я-то в лесу заблужду, могу заблудиться. Могу в городе заблудиться, в каком-то незнакомом. При этом он должен покинуть одно материальное тело и войти в другое. То есть для этого нужно покинуть это материальное тело и войти в другое тело. Однако высшее совершенство обретает то живое существо, которое способно раз и навсегда расстаться с материальным телом. То есть со всеми материальными телами расстаться. О чем говорится в этой мантре? То есть о теле в принципе говорится, не об этом теле, который я имею. Потому что за этим телом новое тело я получаю. Пусть тело сгорит до тла полностью. И жизненный воздух полностью от этого тела сольется с жизненным воздухом Вселенной. То есть все, закончена реинкарнация. Такая душа входит в духовную атмосферу, где получает тело совершенно иного типа. Духовное, не подверженное изменениям и неподвластное смерти. Вот тут мы сегодня закончим комментарий. Комментарий еще дальше продолжается. Он довольно объемный комментарий. Да, сейчас можно будет перейти к вопросам, пожалуйста. Валентин Толкунов. Почему так сложно доверять Богу? Как преодолеть этот страх? Одна из причин, что мы услышали о Боге из неверного источника. Мы путаем Бога с религией. Вот в чем наша ошибка. Ну, конфессия, религия это сейчас называется, да? Вы заметили это? Что, да, вы говорите, Бог, он сразу спрашивает, а вы к какой конфессии принадлежите? То есть люди без конфессии не мыслят понятия Бога. А вот это одна из причин. И поскольку конфессия находится в конфронтации, по сей день еще, может быть, где-то мягче, где-то, ну где-то острее. А в какие-то времена людей сжигали из разных, из других конфессий, из чужих конфессий, просто сжигали на огне. Или расстреливали, или называли, что религия это обман великий, тоже в лагеря отправляли. То есть много-много всего было. И религия обманывала, и религию обманывали, и конфессии, и так далее, и так далее, и так далее. Это наша история. Поэтому, конечно, страшно доверять. Отделите, пожалуйста, понятие Бога от человеческих этих вот организаций духовных. Отделите это в своем сознании. Вот такие люди могут создать уже, как бы, духовное общество. Не религиозное, а духовное общество. Религиозность — это начало духовного пути. Только начало. Нельзя оставаться постоянно только в начале пути. В конце пути мы отделяем духовность от всего материального. От всех названий. Я не христианин, не буддист, не индуист, не мусульманин, не русский, не американец, не еврей. Вот к чему мы приходим. Я есть душа. Вне конфессиональное существо. Почему? Потому что я принадлежу только Богу. Непосредственно. Не религии какой-то, не нации, а Богу. Ну вот, если вы это поймете, вы обретете бесстрашие. Каким образом правильно делать жертвоприношения, предназначенные для Бога? Каким образом правильно делать жертвоприношения, предназначенные для Бога? Все, что мы делаем, предназначено для Бога. Все. я откарше, я оташ наше, это вот Богородьер говорит. Что бы ты ни делал, что бы ты ни делал, что бы ты ни предлагал, любое. Делай как же это приношение мне. Бог говорит так. Как же в духе жертвоприношения? А как это делать? Я вроде я работаю, делаю. А как это все делать в духе жертвоприношения? Если ты об этом хочешь узнать, тогда тадвит и прани пати на паре прочнее на севая в этих шанти те генам генин статва даршина подойди к тому кто это уже делает уже умеет но подойди с вопросами с почтением и в духе служения вот в этом духе и ты получишь то знание в наш век как бы ну много есть различных форм жертвоприношений рекомендовано одно единственное которое может возродить наш дух человеческий да и в целом все общество изменить ход цивилизации это воспевание имен бога санктиртона ягья называется высшая ягья это прославление бога на самом деле когда вы душой сердцем разумом языком это делаете вот это интересно что вы всего себя предлагаете в жертву вы восхищаетесь его личностью вы становитесь его слугой это самое большое жертвоприношение вы себя предлагаете в жертву свою жизнь не просто деньги да часть себя часть себя умозрительно да я предлагаю часть себя форме какой-то денежной жертвы собственностью или времени уделяю время какой-то свою жертву чтобы пойти в храм выходной день там поучаствовать какой-то духовной службе это тоже жертва тоже ягья жертва но самая высшая жертва когда вы себя всего жертвовать это санктиртона ягья это воспевать святые имена в экстазе в блаженстве прославляя имя бога имена бога его качества его формы говорить о нем по третьего имена это санктиртона ягья это процесс очень могущественный как понять что я совершаю достаточно усилий для решения материальных задач как при этом придаваться кришне и когда остановиться как понять что достаточно прилагаю усилий для материальной жизни там на сказать наоборот предлагается нам ориентир следить за тем что ваша духовная практика не не страдала вот за этим следить минимум какое если это посвященный преданный до спрашивает то минимум 16 кругов хари кришна махаматры на четках ежедневно и 4 регулирующие принципа вот это должно оставаться на если ваша деятельность нарушает этот порядок материальная то вы должны что-то изменить своей жизни чтобы эта платформа была незыблемой оставалась вот это будет главный ориентир это минимальный идти предполагается что это будет даст вам мощное развитие сознания вам не придется тяжко трудиться в какой-то момент времени но до этого пока сознание еще раз в развитии может да такое быть что у меня но трудно какая-то ситуация в жизни нужно как-то тяжко трудиться слишком много времени уделять этому да пока вот так это надо потерпеть многие люди находятся в таких трудных сейчас ситуациях тяжело трудиться за какие-то гроши даже судьба такая у них тем не менее 16 4 принцип если вы приняли это не должно измениться какие произведения надо изучать чтобы получить знания самбанда гьяна это бога водита лишь панишат тоже говорит об этом но но не так развернуто может быть поэтому где-то панишат считается но квинтэссенции всех упанишат там на уже на все вопросы да ответы есть там прям главы идут карма йога там тьяна йога такая йога 18 видов как бы йоги до различных это все различные виды йоги и совершенство отречения разуменности веры и демонические и божественные натуры описываются и кармические реакции последствия и карма йога йога возвышения и способность к медитации и санхи йога описывается от 18 глав где-то панишат поэтому если вы знаете бога водит вы очень подкованный человек в высшей степени подкованный человек ирина рахматуллина душа относится к духовному миру а когда душа покидает этот материальный мир сверх душа ее сопровождает и или сверх душа сопровождает душу только в материальном мире в материальном теле да правильно говорите в только в материальном мире это происходит сверх душа да это явление для материального мира в духовном мире сверх души нет необходимости направляющей силы потому что есть непосредственно общение с личностью бога спасибо большое за знание о вечности души. Это очень вдохновляет. На каком этапе я могу осознать неуничтожимость своей души и как это можно объяснить другим людям? С самого начала вы можете уже это осознать. Сначала умом это осознается. Если вы умом осознаете, у вас появится очень сильная решимость делать, действовать духовно, так скажем. И тогда подключается уже на уровне разума. Если ваш ум и разум включены в духовную деятельность и понимание души, ваши чувства начинают пробуждаться духовные. Начинается с того, что вы просто уже понимаете так, что я не это тело. Уже понятно это. Любому разумному человеку это начало хорошее. Вы уже начинаете это понимать. Просто идите дальше. До конца. Анастасия Павленко. Скажите, пожалуйста, что значит индивидуальность? Одна индивидуальность может быть и поросенка, а когда-то и человека? Ну это как одежда. Ну есть же театр, да? Театр, там кукольный театр. Актеры там играют какие-то роли. Но они являются другими индивидуальностями. Это образ, который они создают. Вот тело, физическое тело, материальное тело человека — это образ, который он создает в контакте с материальной природой. Это не его истинный образ, облик. Это костюм, взятый от материальной природы именно. И в этой роли человек находится, пока этот костюм носит. Но снимается костюм, роль меняется. И вот наша задача — обнаружить нашу индивидуальность за этими ролями, да? Знаете, есть же такой пример. Кажется, это был Смоктановский, и фильм назывался «По Таевскому идиот», что ли? Идиот, по-моему. Может быть, я путаю, но факт есть такой точный. Он играл эту роль и вошел в эту роль настолько, что у него начались тоже сложности. Он как бы стал этим героем, стал буквально превращаться вот в этого человека блаженного. Поэтому мы сняли первую серию, вторую не смогли снять серию по этой причине. Я вам скажу, у меня был похожий маленький опыт, опять же, связанный с Достоевским. Я читал Достоевского уже после окончания школы. В программе он был, но я не прочитал ничего в то время. Мне было скучно читать эти вот анализы психологические, очень тонкие его в том возрасте. А когда я уже закончил школу и хотел поступать в высшее учебное заведение, понадобилось все-таки знать Достоевского, и мне пришлось читать с залпом запоем, все это внимательно. Жене заставилось все-таки прочитать Достоевское преступление и наказание. Его не читал в школе. Интересно было. И вот я читаю. Это могущественный человек, ведь аналитик какой был, какой психолог, могущественный какой-либо человек с тонкими чувствами. Знаете, как он был? Достоевский любое мировое зло мировое воспринимал как личное оскорбление. Ох, а какие чувства были у человека, какой тонкий был разум. И он его применил как писатель. Я вошел в роль в этого вот героя Раскольникова, очень сильно. Я буквально стал чувствовать, что я меняюсь изнутри. Я становлюсь и начинаю, как бы Раскольникова болел после убийства, я заболел точно так же, как он. На какое-то время отложил книгу, чтобы вот освободиться от этого. Со мной произошло что-то подобное. Вот то есть роль, видите, о чем вы думаете? Какой ум достается? Тип ума. В Гите говорится, тип ума и чувств разные у людей, у всех живых существ. В соответствии с типом ума и чувствами вы по-разному понимаете, добро, зло, счастье, несчастье, жизнь и так далее. И вы меняете эти представления, вы хотите их менять. Вы же согласны? Вы все хотите менять. Вы же не удовлетворены своей жизнью. Поэтому вы меняете тела, костюмы, но вы не можете выйти из этой роли, кто все-таки вот настаивает, да, на эти счастья. Представьте себе актера, который хочет найти счастье именно в какой-то роли, не в своей истинной жизни, да. Мы видим таких актеров тоже, они в своей личной жизни были несчастливы. Счастье находили в этих вот фильмах, где они показывали, говорили о счастье, играли в счастье, играли в любовь, но в жизни этого у них не было. Вот такая вещь происходит. Наша настоящая индивидуальность, она связана с взаимоотношениями с Богом, наша вечная индивидуальность, неповторимость, уникальность там. А здесь мы меняем просто костюмы для тела. Как в современном мире правильно действовать, чтобы отличать истинное знание от культивированного невежества? Нужен духовный учитель, это невозможно будет отличить, я вам серьезно говорю. Если вы сейчас послушайте ученого после этой лекции, вы засомневаетесь в лекции, там очень тоже есть много логических аргументов, факторов исследований, там труд тяжелый, там великие есть ученые. Если вы погрузитесь туда, вы скажете, нет, нет, Ишипанишат, подождите, не все нужно принимать на веру. На вас это повлияет. И если у вас нет связи с Ишипанишат, скажем, или как женщина нет связи с мужем, она доступна к любому мужчине, может быть, видите? Здесь на отношениях держится наше развитие знания, на отношениях с духовным учителем. Они должны быть постоянными, постоянными, непрерывными. Это называется посвящение. Тогда вы не впадете в заблуждение. А если впадете, то гуру поможет, если есть связь, конечно, с ним. Если связи нет, то любое учение может на вас повлиять, что угодно может повлиять. Потому что все логично доказывается. У всех есть свои аргументы, и у атеистов, и у верующих, и у мусульман, и у христиан. Они свято верят в свое вероучение. И отрицают другие. Свято верят. И у каждого есть свои аргументы. Послушайте, любого вы увидите. Как же сориентироваться? Нужен духовный настанник. И вот спрашивайте у него. Спрашивайте, служите и выражайте почтение. Таким путем вы не соберете с толку. Как правильно понять, что прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно? Одновременно? Как это понять? Это вряд ли можно понять. Или представить. Прошлое, настоящее и будущее. Ну, например, может быть, какой-то пример. С недостатками, конечно, материальные примеры. Но какой-то пример семени. Семя указывает на прошлое, что на дерево. Так. Семя существует в настоящем информацию о будущем. Это некий, может быть, какой-то отдаленный пример. Прошлое, настоящее и будущее. Другой пример фотографии. Вы сделали в прошлом, но в настоящем можете пользоваться ими. Все, что вы делали в прошлом, в настоящий момент, также имеет присутствовать в самскарах. В другой форме просто. Формы меняются, да, а прошлое и настоящее, и будущее уже предопределены. Семя уже существует. Может быть, вы знаете из Пуран, что вся жизнь Вселенной предопределена. Потому что она создавалась в той же форме семени. Илья Афанасьев, дорогой Читани Чандра Чаран Прабху, вопрос. Доброе утро. Как правильно настроиться, что нужно сделать, чтобы проявить образ Кришны в своем творчестве? В творчестве? Да, 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 это хороший вопрос. Я очень рекомендую тем, кто занимается творчеством, медитировать на Кришну, использовать эту медитацию, свою способность, талант свой для медитации на Кришну. На Верховную Личность Бога. Это могут быть разные формы медитации, в зависимости от того, что вы сейчас чувствуете, как вы чувствуете Бога. Очень часто его изображают, как обычного человека, такого милого ребенка на руках у матери. Тоже правда. Но не всем понятно. Может быть, люди даже не чувствуют этого. Ну, просто красивый ребенок. Не знаю, что это Кришна, что это Бог. На руках у матери. У них даже вопрос не задают, что приятная картинка. То есть, как у Бога-мать-то, может быть. Но картинку увидели, но нравится. Вот мать и ребенок. Это вот одна из форм распространения сознания Кришны. Приятная форма. Красивый, прекрасный, с флейтой, пастушок. Романтический образ. Танцует. Улыбается. Счастье. С ним общаться. Несколько сентиментально можно его понять. Но если вы читали Бхагавадьи, то его вселенскую форму изучите, вы увидите другой образ. Если вы читали Пураны, где описываются аватары, все, что в нем есть, как это все проявляется, как водопад безграничный, да, падает вода, так же эти аватары, из него безграничные исходят. Если все это прочитают, если вы поймете его глубже, вы будете изображать его по-разному. Уже с другим сознанием. И если вы еще почувствовали свой личный контакт с Богом, вот с этой личностью Верховной, конечно, это отразится в вашем творчестве. Изображайте Кришну. Старайтесь изображать Кришну. И именно Кришну. И вы увидите, что это изображение начнет вам говорить, что делать, а что не делать. Как его изображать? Если ваша медитация будет хорошей, глубокой. Иногда Кришну изображают на знаке Ом. Показываем персональный аспект, и вот Кришна. Никогда Кришна в Брамаджоте один не бывает. Он на Галуке Вриндаване. Там много деревьев желаний, там столько живых существ, вокруг него вьются пчелы, его гирлянды, там столько коров, там столько всего. Если вы изображаете Кришну на пустом месте, если вы преданы, вы никогда не почувствуете, что это Кришна. Он постигается именно в своем окружении. А тут с чего это на пустом месте Кришна сидит? С чего родит? Почему он в пустом месте? Вообще непонятно тогда его форма, предназначение и просто все остальное. Смысл этих отношений. Форма нужна для отношений, значит там еще много вокруг него. Говорится, там самое удивительное окружение, это вокруг него близкие, преданные на Галуке Вриндаване. Таких личностей не бывает нигде больше, ни в каких мирах. Они с ним шутят вообще. Они его любят как ребенка, как сына, как друга, там совершенно другие отношения. Это Кришна, вот так нужно изображать его. Все это описывается. Но можете начать, скажем, со вселенской формы, с каких-то аватар, медитируя из Пуран, как эти аватары проявлялись и для чего, когда вы проникаете, скажем, нарисим хадеву, вы будете изображать нарисим хадеву, ревараха, можете проникнуться очень глубоко этим образом. И много-много других. И в конце концов, когда вы это вот начинаете чувствовать, понимать, вы подходите вот к портрету Кришны уже совсем по-другому. И что я могу сказать из своего опыта? Портрет Кришны невозможно закончить. Можете показать его, что вот вы сделали изображение, но закончить его невозможно. И любое изображение будет незакончено. Анастасия Павленко. Индивидуальность — это не тело, а способность делать выбор. Но у животных нет возможности делать выбор. Такое, как у человека, да. Ведь у человека выбор-то между религией и материальным существованием главный. А в остальном у них тоже есть свой выбор. Бегают, куда хотят, туда и бегут. В остальном тоже есть выбор. Не такое, не так много, да, как у человека. Но главный выбор, почему человеку даются такие условия жизни более комфортные, чтобы он сделал выбор главный. Культура подводит его именно к Богу. Вот в этом есть. У животных такого выбора нет. Это правда. Спасибо за лекцию. Что нужно делать, чтобы обрести духовное тело неподвластной смерти? Что нужно делать? Ну, это вопрос. Сильный вопрос. Уважаю такие вопросы. Хорошо. Нужно заняться, занять себя чистым, любовным, преданным служением Богу. Так разовьется духовное тело. Сначала придет разум. Другой разум совсем. Божественный разум будет проникать в ваше существование. Вы столкнетесь с этим. Он не навязчивый разум, но это очень могущественный разум. У вас проснется такая мощная совесть, о которой раньше вы никогда не знали. У вас начнется другая жизнь. В какой-то время будете бороться этим разумом со своей материальной, вот этой вот похотливой природой, телом, да, вам придется вступать в борьбу и конфликт. Но разум будет пребывать в этой борьбе именно. Не ослабевать, а пребывать. Если вы серьезно взялись за это, разум будет пребывать, ваша сила будет увеличиваться. А тело, вот похоть будет уменьшаться. И когда эта похоть тела уменьшится в достаточной степени, тогда вы можете обрести чувства. Духовные. Пока похоть захватила чувства, они материальны. Когда похоть отступает, чувства становятся духовными. Вот и все. Тогда вы уже придете, обретаете духовное восприятие мира, себя, Бога и так далее. И позже уже формируется непосредственно тело. Духовное тело, вечное. Это вечное тело. Если в детстве закрылись высшие чакры, как их раскрыть? Да, да. Детство. Что такое детство? Детство означает, что у вас есть страх существования, скажем, да, или интерес. Ну, страх, главное, это страх. Вы под защитой родителей всегда находитесь. Детство. Это называется детство. Это главная чакра. Первое, это страх. Линия. Линия страха. Но сексуальная энергия не раскрыта еще. Не раскрыта в детстве. Вот поэтому в детстве закладываются все вот эти высшие ценности. Возможно заложить. Пока не раскрыта вот эта сексуальная составляющая нашего тела. Потому что когда она уже пробудется, это будет очень сложно что-то выложить новое в человека. Поэтому детство важно. Но если в детстве все-таки эти чакры были закрыты, наше вот это вот как невинное существование, чистое, да, младенческое, так сказать, оно, мы не воспользовались этим. А сейчас уже эти чакры открыты, сексуальные вовсю. Как же нам восстановить? Мы хотим восстановить то, что мы не получили, да, от родителей, в школах, там не было этого ничего. Тогда мы должны принять на время обучения целебат. На время обучения. Я подчеркиваю, не на всю жизнь. Не каждому дано это. Если кому-то дано, слава Богу, вот слава Богу, молиться на вас надо. Вы достигнете очень многих вещей. Если вы на самом деле способны на это. Но не все способны. Поэтому мы говорим, на время обучения, пусть это будет месяц, пусть это будет полгода, сколько сможете. Но вот именно, когда вы соблюдаете целебат, вы сможете восстановить утраченное. Вернуться в детство. Потому что нужно воспринять, поймите, сердцем. Но если сердце уже занято вожделением, что с этим можно поделать? Тогда целебат. Поэтому в нашей практике, когда я начал изучать Бхагавадгид, у меня было 27 лет, смотрите, я уже перешел границы там многих вещей, и тоже были утрачены мои чакры. Многие, они оставались в форме только интереса и вопроса. Мне в этом повезло, что вопрос у меня оставался. Все-таки жил во мне вопрос, этот не умер еще. В 27 лет я пришел, и чтобы мне восстановить вот эти вот чакры, сказать, получить духовное представление о жизни, мне сказали, принимай регулирующие принципы. Четыре. Тогда ты будешь читать Бхагавадгиду и понимать ее. Это отказ от мяса, рыба и яиц, от всех интоксикаций, от азарта и незаконного секса. Все, делай это. И вот тебе мантра, чтобы тебя не мучили эти мысли всевозможные о чувственных наслаждениях. Повторяй мантру по утрам. Я стал это делать. Так постепенно во мне стало что-то меняться к лучшему. Поэтому я рекомендую. Какими качествами должны обладать люди, которые могут создать духовное общество? Духовными качествами. Прежде всего, это качество должно быть доброты ко всем же существам, если мы об обществе говорим. Не идеализируйте люди с духовными наклонностями, которые собираются вместе, они много беспокоят переносит друг к другу, пока не очищены. Очень много. Как раз самые большие беспокойства в близких отношениях будут с духовными людьми, там притирание идет. Поэтому самое важное, это доброту иметь ко всем же существам. Даже те, кто неприятен, не в характере, что-то там, в поступках каких-то. Это нужно очень быть терпеливым человеком. Господь Читань это выразил в третьей шлоке Шекша-штыки эту формулу. Трината пи сунья чина, тринат это травинка. Так вот будь в смирении травинки. Тару рапи саги шнуна, и тару, дерево. И терпеливым как дерево. Аманина манадина. То есть не стремись к славе, к почестям, к имени какому-то. И не ожидая ничего взамен. Смирение, терпение, почтение ко всем. И ничего взамен не ожидая. Это наша формула, которую мы пытаемся освоить, живя вместе. И так помогаем друг другу, потому что вот в этих отношениях мы работаем с собой. В духовном обществе каждый работает с собой прежде всего, а не над другими. Над другими работают духовные уже люди, которые имеют большой опыт. И это терпение достаточно качественно. Остальные должны как бы получить это руководство, терпения, смирения и почтения. Чтобы не забывать об этом. Ах, не могу больше терпеть. Стой. Написано. Помнишь, что сказано, да? Давай еще раз поговорим об этой шлоке, о Господе Читании, о Кришне, о Душе. Давай вспомним снова. Сейчас ты вот раздражен, сейчас у тебя воспаленный ум, но ты просто сейчас потерял терпение. Но там написано, нужно терпеть. Нужно снова работать над собой, возвращаться к себе самому. И такое руководство, когда есть, тогда создается такое общество постепенно. Когда же все уже вот обтерлись, да? Кто-то выдерживает вот эту притирку, так сказать, она тоже непростая может быть. Становятся подобны гальки, таким камешком, которые в руке очень приятны, знаете. Такие люди становятся все. Они уже чувствуют друг друга, они понимают, как не беспокоить. Они в высшем смысле этикет этот понимают. Умеют прощать, умеют любить, умеют обучать, давать наставления. Они мастера называются, эти люди. Вот такие мастера должны быть, чтобы создать духовное общество. А притирка будет, как в клинике, как в больнице. Все больные собираются, но все страдают еще. Они все там только потому, что там врачи. Врача не будет, все оттуда уйдут. Мастера не будет, люди не смогут это сделать. Овцы без пастыря, как Христос говорил, останутся. Как выглядит духовное счастье? Выглядит? О, кто же может это описать? Духовное счастье. Вы думаете, я могу вам описать, что такое духовное счастье? Ну, много можно, по-разному можно об этом говорить в разных ситуациях. Иногда оно выглядит, как удар молнии. Бабах! Вы даже не ожидали такого счастья, понимаете? На мгновение. Иногда может так произойти с вами. Просто как удар молнии ослепительный. Но этот удар молнии, он вышибает все ваши ложные представления. Такое тоже случается, что экстаз может на вас не зайти вот в такой форме, в внезапной форме. Бывает счастье в форме надежды и веры, когда вдруг в вашем сердце подселяется эта вера, и вы чувствуете такое счастье. Я бессмертная душа. И в форме веры проникает в сердце, и вы чувствуете себя просто, но невероятно счастливым человеком, удачливым. Что вы наконец вот это вот можете понять. Это вера. Счастье также духовное, оно связано с общением с преданными духовными людьми, с духовным учителем, с личностью Бога. Счастье, когда вы просто думаете о таких вещах. То есть здесь много, оно многогранное, я не знаю, смогу ли я это писать как-то. Счастье. И другое еще есть представление счастья, полное. Ананда Чинмая Пхьясат. Оно Нава Ява Намча. То есть оно возрастает с каждым мгновением. Не статично. Оно настолько динамично, что оно углубляется с каждым мгновением. Это уже то счастье, которое на вершине. Там океаны безграничные. И все это называется счастье. В эти волны. Разнообразные. Поэтому я не смогу это писать как-то полностью. Да и невозможно, наверное. Но вот что-то можно сказать. Мы можем понять, что в материальном мире Кришна рядом в форме сверхдушей. А в духовном мире Он же в играх оставляет родителей и идет пости коров. Как Кришна остается с ними. А-а-а. Кришна. Кришна это это верховная личность Бога. Он может сам лично без сверхдуши находиться в сердце своих преданных. Свердуша находится и в сердце непреданных, и в сердце животных. Она беспристрастна. А Кришна любит своих преданных. Он лично присутствует в их сердцах. Однажды Хануман спросил Господа Рамачандра в одном собрании. Хануман, покажи, как ты любишь меня. Что кто-то сомневался. Кто-то считал просто его обезьяной, знаете. Ну форма такая жизнь. Ваннер. Любили Господа Раму, а Ханумана вот не понимали еще. И Господь Рама не мог этого терпеть. Он сказал при всех. Хануман, покажи, как ты меня любишь. Хануман сразу изменился. Все увидели. Он вскочил. Стал метаться по сторонам, не зная, что делать. И разорвал себе грудь в конце концов. И там все увидели ситую раму. Вот так. Михаил Вакула, правда ли, что если материалист будет хорошо думать о преданном, то сам будет прогрессировать? Смотря как будет думать о преданном. Если он будет думать с ненавистью, то это считается аппараткой, это может навредить ему. Может навредить ему. Но в целом, да, если человек с материальными представлениями, так скажем, будет думать о преданных, размышлять как-то о них беспристрастно, конечно, будет прогрессировать. Если просто их будет проклинать, там, вредить, конечно, это другое. Если все предопределено, то что мы можем изменить? Себя. Только себя можем изменить. Поэтому наука самоопознания считается самой главной. Любовное преданное служение, это имеется в виду служение преданным? Мы бы сказали через преданных. Не забывайте о Боге, когда вы служите преданным. Это не рабство и не культ личности. Мы не должны просто служить духовному учителю, так сказать. Нет, вы должны служить Богу через духовного учителя, потому что я еще учусь. Мы не служим никому, кроме Бога. И только Богу. А как методы, да, говорится, через служение преданным вы служите Богу, через служение духовному учителю вы служите Богу. И так же гуру вас непосредственно хочет свести с Богом. Он не должен быть заинтересован в последователях, которые служат именно ему. Он должен, это ваше служение, передавать Богу и вас именно привести к Богу. В этом его задача. Тогда это истинный гуру. И так мы служим только Богу через преданных. Поэтому вот это не забывайте, это ваше сознание должно быть такого понимания служения. Что значит из всех вкусов я вкус воды? Да я тоже размышлял, а об этом интересная тема. Почти целая лекция может получиться. Так вы можете осознать Кришну имеется в виду. Вот на одном этом примере уже можно осознать Кришну в этом мире. Вкус воды какой он? А какой вкус воды? Так вы его опишите. Там нет вкуса? И все же вода сладкая. Чистая вода, да? Вкус чистоты. Так, что за вкус такой чистоты? Не соленый, не горький, не кислый. Нет, мы говорим про вкус сейчас, подожди. Про вкус говорим. Исключительно про вкус. Давайте вот эту сторону рассмотрим, вкуса. Вкус шесть вкусов в Аюрведе описывается, да? Кислый, сладкий, горький, соленый, нейтральный и вязкий, вяжущий. Ну и какой вкус воды? Вода выступает в роли фона для вкусов. Скорее всего, фон для вкусов. Как бы Бога мы не видим, мы видим что? Мы видим предметы какие-то, а самого Бога не видно. Он говорит, вы говорите об этом, что жемчужина на нити. Вот ожерелье перед вами, жемчужина, но вы же нити не видите. Так же и вода. Вы делаете суп на воде же. Вода же не мешает проявляться этим вкусом, наоборот. Она проводник всех вкусов. Дает вам возможность почувствовать соленый вкус, горький вкус. Если у вас нет воды во рту, слюны, жидкости, вы не почувствуете вкуса. Она дает вам возможность почувствовать вкус. Вода может смешивать вкус и комбинировать, делать разнообразие и все это. На основе воды все делается это. Это я вкус воды. Это часть размышлений на эту тему. Что значит любовь в разлуке, если это с Кришной? Любовь в разлуке? Ну да, может сейчас отделены от него. пхинно-прокрытие, материальное тело нас отделяет от Кришны. Отсюда будет чувство разлуки. Пока мы помещены в материальное тело, мы чувствуем разлуку. В духовной мере это лило объясняется по-другому. Там тоже есть встреча-разлука. Это ну как бы механизм, не механизм, как сказать, развитие углубления любви. Встреча-разлука, встреча-разлука чередуется и так любовь углубляется. Встреча-разлука. За разлукой всегда будет встреча. За встречу новая разлука. Это личностное отношение с Богом. Когда вы находитесь в его мире, то это все Кришна. Но он еще, как личность, превосходит все и вся. Это какая вещь. Вы в Кришне сейчас. И даже материальная энергия, это его энергия. Но личность превосходит все и вся, поэтому чувствуйте разлуку. Евгений Викторович, как понять, кто твой гуру? Это сердце. Слушаете, наблюдаете, потом в сердце получаете ответ. Если вы искренне, искреннюю душу не обманешь, найдете истинного гуру. Лена Немцова. Что значит освобождение и освобожденная душа? Освобождение от невежества, от похоти, от гнева, от жадности, от зависти. Освобождение. Освобождение от рождения и смерти также включается сюда. В целом, освобождение от всех страданий. Всех. Это освобожденная душа. Это душа, которая себя не отождествляет ни с чем материальным. Это освобожденная душа. То есть я не это тело, значит я не этот мир. Тело стоит из земли просто и в землю уходит. Скажите, пожалуйста, как открывать сердце и научиться доверять людям? Если есть страхи, что причине от боли? Не открывайте сердце тому, кому вы не доверяете полностью. должны сначала развить настоящее доверие и любовь. Настоящее, возможно, доверие и любовь только на духовной платформе. На материальном платформе это невозможно, потому что материальная платформа основана на аханкаре, на ложном эго каждого человека. У каждого есть свой мотив корыстный. У каждого живого существа в материальном мире есть своя аханкара. И у друзей ваших есть аханкары. И у детей, которые вырастут потом, растащат вашу собственность есть аханкара которые бросят вам вызов может быть друзья могут обмануть жена может изменить и все все на свете это все связано с аханкар и пока есть аханкара нельзя доверять полностью никому на духовном платформе можете доверять полностью предаться можете той душе она вам никогда не навредит поэтому придавайтесь богу придавайтесь духовному учителю так шахта рекомендуют никому другому не придавайте а сердце раскрываете настолько насколько человек понимает вас вы должны также не быть глупцом видеть это если вы по глупости раскрыли сердце не тому кому нужно вы будете страдать за своей наивности что тоже ошибка набирайтесь опыта подскажите пожалуйста а как избавиться от аханкары вот аханкары через служение богу аханкара эта энергия которая нас побуждает занять место бога в этом мире чтобы мне служили меня наслаждали меня понимали я господствующий наслаждающийся это аханкара концепция да я и мое я и мое я и мое но если я слуга бога и все мое принадлежит богу в этом в этой линии вы действуете в освобождаетесь постепенно от аханкары вопрос от олега человек эта клеточка в теле вселенной кришны да можно так сказать человек как сказал один писатель по моему человек человек он говорила о вселенной и сказал что во вселенной он сказал все вокруг да все вокруг за малым исключением это другие люди так он себя определил что я не что на вселенной за малым исключением это кругом другие люди мало исключения то я да такая клеточка каждое живое существо да это составляющая вселенной так анна сафоновым что значит материальный и духовный уровень как различить на каком уровне я действую или кто-то ну главный фактор определяющий потому что материя это тоже дух но там и вещество до называем материей это скрытый дух его называют то есть изошло из духовного источника тоже все их дух и материи из одного источника исходит так это абсолютно истины один источник и материя скрытый дух поэтому ее можно использовать и в духовном аспекте тоже если тело занять в преданном служении богу она признается духовным чувства мысли все наши речь поступки все облик святых также поклоняются становятся духовным образом и пропадают пример железо который накаляется в огне но железо но приобретает качество огня соприкасается с огнем поэтому когда мы занимаем тело в духовной деятельности она одухотворяется пока мы вот его держим в огне и действует как огонь как дух иисус там чудеса проявлял там такие вещи в духовном теле вы можете делать то что не можете делать материальном теле это дух и материя разница в том что дух это знание а материя это невежество но если вы материю используете в знании как вы строите храм из чего из кирпича из камня и камень становится священным считается мы были у стены плача в иерусалиме когда-то был грандиозный храм который построил построил царь соломон но он был разрушен этот невиданный неслыханный до библии храм осталась только одна стена от него стена плача называется на подходе к этой стене и мы чувствовали святость места камень нет не просто камень ведь стоит вам услышать вы чувствуете как все раскрывается материя может действовать как дух сергей цыганков как через книги может проявиться духовной энергии когда вы читаете что-то сложно когда вы читаете книгу конечно проявляется если вы читаете книги и шапанишат бага в адгиту то вы одухотворяетесь через через полчаса минут сорок чтения 40 минут чтения хорошо вы уже мыслите совершенно потом на другом уровне то есть в огне вы держите как бы этот ум до в огне духовного знания ваш ум тоже приобретает качество огня к вам приходят такие откровения в уме такие мысли начинают приходить вы сами удивляетесь вроде я не бы не был мудрецом вдруг становись мудрецом вопрос про миссию который дает духовный учитель ученику как это происходит учитель прямо говорит что делать надо или это в сердце ученика проявляется невербально через вдохновение иногда гуру говорит прям ученику что сделай это потому что это необходимо сделать служение а иногда говорит ищи себя найди себе познай себя вот тебе метод ищи себя познавай себя это и другое гуру может применять по усмотрению не ждите что гуру каждому вашу профессию допустим где вы заработаете много денег не ждите что она покажет вашу жену с которой будете счастливы безмерно что он сам должен это делать иногда он может дать такой совета но чаще всего важнее всего гуру скажет ищи себя познай себя вот тебе метод и даст руководство как пользоваться этим методом и вы постепенно обнаружите себя еще вопрос освещение пищи я готовлю пищу предлагаю богу с мантрами но внутри не появляется сильное ощущение которых вы рассказывали когда мы принимаем а вы хотите ощущение ради ощущения нет у всех этой по-разному индивидуально и тут меня так было это мой опыт всего лишь навсего у вас будет другой опыт у вас опыт видите какой у вас опыт вы готовите хотите также получить такие же ощущения не получаете и спрашиваете видите какой у вас опыт и через ответы получаете какое-то представление у вас другой опыт скажите пожалуйста святой дух христианстве это энергия кришны если человек молится на неизвестных языках эти от бога все от этого от бога на святой дух до браман есть такое понятие святой дух персональная духовная энергия святой дух одинаковые понятия по значению с браманом языки если перевести все языки на один язык все никаких противоречий не увидите